МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На планном совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна Росэнергоатом. В работе 30 энергоблоков, в ремонте 7 энергоблоков. Фактическая мощность на 6 утра 23 237 мегаватт, что составляет 101,67% план заданию ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. Первый и второй энергоблоки в работе. Суммарная нагрузка 2117 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам нет. По третьему блоку продолжается ремонт, текущий с контролем. 43-е сутки ремонта. Работаем по пусковому графику. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 17 дней февраля составила 811 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 41 миллион киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 2,4 миллиардов киловатт-часов. Сверх плана 55 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Стартовал 4-й дивизиональный чемпионат профессионального мастерства RealSkills 2020. А Смоленской АЭС за звание лучших в семи компетенциях соревнуются 28 специалистов, профессионалы, которые ежедневно оттачивают свои навыки, обеспечивая надежную работу Смоленской АЭС. Когда участвуете в таких мероприятиях, я в этом убежден, уровень на порядок выше становится, профессиональный. И не потому, что вы раньше не умели, просто вот эта вот работа, которую вы будете проводить, она дает подтверждение вам самим, что вы это знаете, умеете, и гораздо больше, чем вы думали об этом раньше. Соревнования профессионального мастерства очень важны как для роста работников, так и для развития предприятия в целом. Они помогают атомщикам раскрыть свой потенциал, вырасти в профессиональном плане, обменяться опытом с коллегами с других АЭС. На производстве участники конкурса заражают коллег позитивным мышлением и делятся полученными знаниями и опытом. Смоленские атомщики уверены, что в этом году шансы на победу есть. Секрет успеха видят настрои, умение поддержать друг друга, справиться со стрессом, максимально концентрироваться в условиях цейтнота. Соревнования пройдут с 17 по 21 февраля на площадках Балаковской, Калининской, Нововоронежской АЭС, Нововоронежского филиала Атомэнергоремонта, Чебоксарского электромеханического колледжа и Уральского радиотехнического колледжа связи. Желаем нашим коллегам успеха! 12 февраля в здании реабилитационно-оздоровительного и досугового центра Смоленской АЭС состоялась отчетная конференция Смоленского филиала Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна Росэнергоатом по итогам работы за 2019 год. Я смотрю, это цех Это на самом деле цех Смоленской атомной станции И действующий причем Я вот послушал эту работу, которую выполняют ветераны Когда вы, то есть, как говорят уходят на заслуженный отдых Когда вы отдыхаете На самом деле, то есть позиция, которую занимает у нас наша ветеранская организация Мы им искренне благодарны, честно То есть вот та поддержка Ну, скажу, корыстно-бескорыстно Но мы опираемся на вас То есть ваша позиция, ваше мнение Ваш опыт То, как вы обозначены в городе В социально значимом положении Они очень важны Работа Совета ветеранов Строилась на основании Годового и квартальных планов работы В которых предусматривалось И выполнение государственного плана Стратегии Действий В интересах старшего поколения В процессе работы Использовался опыт Знания И потенциал Потенциал пенсионеров Ветераны активно Вовлекались мероприятиями Ветеранской организации Смоленской атомной станции Молодежной организации И города таким образом Чтобы пожилые люди Не были забыты И имели возможность Заниматься тем Что им нравится Были востребованы И получали социальную поддержку И думаю Мы с этим полностью справились Уважаемые десногорцы Приглашаем вас Принять участие В мероприятиях Которые состоятся в нашем городе 21 февраля С 10.00 до 12.00 На Кургане Славы Состоится церемония Возложения цветов и венков Посвященная Дню Защитника Отечества 22 февраля В 10.00 Фок Десна Открытый туристский марафон 30 километров Посвященный памяти Екатерины и Юрия Ширяевых Приглашаем всех желающих На этом наш выпуск завершен Вы смотрели новости Смоленской АЭС С важными событиями И жизнестанции Вы можете ознакомиться В разделе САЭС На сайте Росэнергоатом.ру А также в официальной группе Смоленской АЭС В социальных сетях Вконтакте Одноклассниках Фейсбуке И Инстаграм А я с вами прощаюсь Увидимся через неделю Хороших вам новостей И до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok